Продолжаю свой влог. Вчера, было 14 февраля, была в красивом ресторане «Ману». Девочки попросили сделать отдельный пост в соцсетях, в Инстаграм и в Фейсбуке сделаю с красивыми фотографиями. Очень красивый ресторан. Он не дешевый, но он на уровне, очень красивый. И, знаете, самое главное, что хорошо в ресторанах, он не просто красивый, он вкусный. Я заказала салат, и там была капуста, которую я не люблю вообще, ни в каком виде. Я ее с таким удовольствием съела, она была в шикарном соусе. Это такая, как минутка. Если будете спрашивать, что это за заведение, то говорю сразу, чтобы в комментарии не писать. Ну, если есть вопросы, то, конечно, пишите, с удовольствием отвечу. Поэтому, если захотите своего молодого человека или вы, мужчина, свою девушку отвезти и удивить, то введите в этот ресторан «Ману». Я сейчас была в церкви с утра. Тоже хочу сказать, что если вдруг у вас по состоянию здоровья, у кого-то что-то не так, у деток, у взрослых, ну, неважно, надо съездить в церковь, не просто поставить свечку, надо заказать в трех церквях с ркаучкой. Если вы верите в Бога, в Бога, мне кажется, верят все всегда, особенно, когда что-то происходит, но в Бога надо верить не только, когда что-то происходит, а когда вам хорошо, благодарить, что все хорошо. Это очень важно. Так вот, если вдруг что-то происходит в плане, например, здоровья, когда у меня была операция, у меня мама и еще двое людей, то есть три человека, должны пойти в три разные церкви и заказать сорока уст. Это читается молитва сорока устами. Она очень сильная. Можно сделать это в одной церкви, но лучше в трех одновременно. То есть это читается обычно с утра. И вот, ну, это так. Просто решила вам рассказать, чтобы знали, если вдруг что. Потому что я знаю, что в Инстаграм, когда я написала что-то, ну, какое у вас желание, и несколько человек написало о том, что я хочу, чтобы мой ребеночек выздоровел. Я не стала лезть в душ, я не стала спрашивать, что случилось. Ну, если так написали, значит, что-то не так. Ну, это такая, как маленькая подсказка, которую только что сделала я. Вот это у нас все в порядке, но как бы, ну, у Демки все нормально, у Ники тоже. Ну, просто вам так говорили. Ну что, Дема, готов? Ника подготовила какой-то концерт. Сижу, жду. И, давай. Давай. Танцуй. Да, я чувствую, что можно открывать спектакли. А в фронтеатре будем разыгрывать спектакли. Детки, у меня мигрени уже два дня. Ой, так не надо, они все нехорошо. Вот, так меня дети тут разыгрывают. Мы с пилоной нас играли уже. Да, я в столе снимала нас играла. Это подготовка. Я с закрытыми глазами, поэтому не совсем вижу, что я снимаю. Но меня бы просили. Занавеса у нас нету. Справляемся как можем. Спектакль у нас тут продолжается. Это уже даже название мне не сказали. Ну, в общем, другая серия сюрприз. Держи, держи, держи. Сейчас, подожди, еще не включай свет. Так я и не свет не включаю, я ей глаза закрываю. А теперь, мама, включай свет. Дай с лампу, да? Я тебя опасу. О, благородный рыцарь, спаси меня. Я волшебная принцесса единорога, которая заточена в этом замке. Давай, опускай меня. Спасай. Давай, спасай меня, рыцарь. Ура, рыцарь спас меня. Ура, мой рыцарь, спасибо тебе. Ты спас меня. Мои вы хорошие. Еще раз надо маме в сторис это снять. Давай. Все, девочки, это было для Ютуба. Теперь будет повторение для сториса. Все песенки и деткам. Все, все, все детки будем купить. А мы же как решили, что мы печеньки делаем сами, потому что тебе нельзя покупные печеньки? Что тебе врач сказал? Врач сказал, что кушать тебе печеньки, которые продаются в магазине, нельзя, надо делать самим. Поэтому... Ты готовишь? Чур, я готовлю печеньки. Поэтому что мы будем делать? Мы заедем в магазин. Что мы купим в магазине? Что мы купим в магазине? Муку. Муку какую? Большую. Большую? Гречневую. Почему? Потому что тебе можно из каши кушать только гречку и овсянку. И все. Овес. Ну, овес. Я не хочу овсянку. Хорошо. И гречку не хочешь? А мы не будем кушать гречку, как ты себе представляешь. Мы купим муку гречневую и будем из нее делать оладушки, блинчики. Понял? Оладушки и печеньки. Да, да. И печенье будем делать, да? А, это мне? Да, все тебе. Вау. Девочки, мы сейчас едем на Петра Запорожца в больницу. И магазин. И в магазин, да. Где Доминики накладывали гипс. Домой не хочет, Тёма. Да, не поедем домой. У Ники завтра день рождения. Я уже говорила о том, что так как был карантин, мы принесли ее день рождения с друзьями на неделю вперед. То есть, как бы позже отметим. А по-семейному поедем, поиграем. Ну, я спросила у Ники, говорю, что ты хочешь на свой день рождения? То есть, выбирай. Она выбрала боулинг. Чтобы было весело всем. Да, мы будем играть в боулинг, потом покушаем. Ну, то есть, вот по-семейному так. И подарок она свой уже получила. И мне. У нее в подарке седьмой айфон. И мои подарки. Семь плюс, да. И мои подарки. Твои подарки, да. Да. Вот. Также она получила еще одежду. Ну, знаете, как по-девичьи. Да. Плюс еще от родственников получат кучу всякого, всего желаемого. Вот. Тут такая дорога, поэтому Слепка так теребит. Вот. Сейчас у меня главная задача, это снятие гидса. Мы вчера поехали в поликлинику. В поликлинику отстояли очередь. Но тоже. Я настолько тогда распереживалась, разнервничала, что когда мы приехали домой, и вот эта вот справка, что Ники, ну, с диагнозом, да. Что с ее рукой. С этой справкой надо было через три недели идти в поликлинику, чтобы нам сняли гипс. Я эту бумажку куда-то засунула. Найти не могу. Пошли мы в поликлинику без этой бумажки. Нам сказали и. Ну, как бы, я их понимаю. Ну, действительно. Непонятно, что с рукой в плане того, что какой там перелом. И снимать гипс или не снимать там. Ну, в общем. Они нас отправили сейчас обратно там, где ей накладывали для того, чтобы повторили и написали реальный диагноз. Но я так подумала, зачем нам кататься туда, брать эту справку, потом возвращаться в поликлинику, опять стоять очередь. Может быть, они снимут гипс сразу там, где его и накладывали. Ну, я думаю, что за... Спасибо. Вы понимаете, о чем я. Вот, то ей сразу и снимут, там врачи есть. То есть и снимут, и посмотрят, и проверят, что и как. И при этом вдруг, если что, можно там повторить рентген. Конечно, не хочется ребенка облучать. Вот, но при этом повторить рентген и посмотреть, все ли в порядке с ручкой. Вот. Ну, вот такие вот у нас планы. Потом у нас магазин в поисках гречневой муки у нас. Девочки, взяла только что в эколавке. Демки ж не все можно, поэтому я... Вот, эколавка. Там очень много экопродуктов, где нет сахара или нет, в общем, тех вредных вещей, которые демки нельзя. Друзья, купила на почти 500 гривен. Сейчас покажу, что купила. Первое. Я долго сомневалась по поводу этого смузи. Яблоко-груша. Врач сказал, что демиду можно пить, кушать только те фрукты, которые выросли у нас в Украине и по сезону. Вот. По поводу соков я склоняюсь, чтобы такие соки вообще не пить. И делать компот, и пить много-много воды. Вот. Я не знаю, девочки, кто пробовал. Это производство наше, Украина. И вроде бы говорят о том, что никаких консервантов здесь нет. Хотя сомневаюсь. Ну, я купила, пусть пока будет. Я взяла на два дома. Объясню, почему. Так как на выходных у меня бывший муж забирает детей на один день, вот, то, ну, ребенка этот день надо чем-то кормить. Поэтому всю еду я дам с собой и расскажу, и объясню вообще, чем кормить и как кормить. О, выпало. Ну, что, подготовка у меня теперь к весенне-летнему уходу за лицом. Это крем Виши для сухой кожи. Я буду снимать на канале Жизмама, которая девушка, отдельное видео, где буду рассказывать о том, как я сейчас буду ухаживать за своим лицом, за своей кожей именно в весенне-летний период. Поэтому скоро увидите этот крем у меня в обзоре. Сейчас начну пользоваться и расскажу свои впечатления. Так, отошла чуть-чуть на бьюти-тему. Так, сухари. С пророщенных зерен пшеницы, росток, с гречкой, в общем, с гречкой. Без муки, только из пророщенного зерна, без дрожжей. Вот это именно то, что Демиду надо. Вот такие вот сухарики. Это все вместо печенья. И я купила муку, овсяную муку, для того, чтобы можно было делать ему блинчики, оладушки и всякие печеньки. Печеньки делает самостоятельно, потому что он любит печеньки с чаем. Да, мне это. Вот это дайте? Да. Держи. Открыть. Открыть? Да. Сейчас Никуля откроет. Никуля, открой ему, пожалуйста. Это вот. Также чипсы яблочные, такое ему можно. Можно, в принципе, самостоятельно это делать, но я не знаю просто, как делать самостоятельно. Девочки, я думаю, что вы в курсе. Можно в интернете, конечно, посмотреть, но мне приятнее будет, если вы в комментариях напишите, как вы делаете яблочные чипсы своим детям. Я пока купила, можно сказать, покупные, но в дальнейшем планирую по вашим рецептам делать самостоятельно, потому что диета у нас надолго. Как я понимаю. Дальше. Я купила на синюю лену уже Перемолина. Вот диетическая добавка. Врач порекомендовал. А я уже вам, в принципе, в видео рассказывала и показывала, что я сама принимала, иногда детям давала. Иногда. А вот сейчас буду давать прямо на постоянной основе. Купила две, потому что, как я уже сказала, одна в дом супруга вашего, а вторая в доме у нас будет. Так же купила еще гречку. И ты я буду, я! Ты, конечно, ты, да. Это мука гречневая. Я тоже буду делать на ней всякие оладушки и блинчики. И еще купила муку. Я белочку хочу, у тебя. Иди, кушай. И вторую купила. То есть я две купила гречневой муки для того, чтобы уже у супруга дома, может быть, Ника будет делать или он сам тоже оладушки или там блинчики. Ну, пусть у него тоже будет на всякий случай. И еще куча всего купила, как мне объяснили, полезного. Вот это вот печеньки, такие батончики, овсянчики. Они есть с черносливом и с курагой. Они есть еще и с кучей, там, с медом. Ну, я купила с курагой и с черносливом. Это то, что ему можно. А я попробовала. Действительно, очень вкусно. Овсянчик с курагой. Здесь по составу овсяные хлопья, курага резаная, кокосовое масло и глюк-фрукт, сироп. Они мне показали, что это за сироп и что составить. Конечно, идемте, такое тоже можно. По вкусу я попробовала, очень вкусненько. Я купила таких много, опять же, на два дома. Девочки, это все в Акалавке. Я раньше туда забегала часто, покупала ему молоко, там, кокосовое, вот, суевое молоко покупала. Но на такие вещи не обращала внимания, а зря. По вкусу очень вкусно и реально полезно. Вот, также купила диетическую добавку расторопши. Она у меня была, просто закончилась. Это для всей семьи, для Демки тоже и для нас. В магазине уже начал грызть с курагой. Вот, половинку съел, и оно такое сладенькое, из-за кураги. И потом говорит, все, я наелся. Поэтому, в принципе, хватает, видите, на два раза. Вот, набрала. И еще купила вот такой вот росток хлебцы, пророщенный зерен пшени. Также я купила на пробу вот такой вот мармелад. Мармелад натуральный яблочный. И в составе здесь пюре яблочное, сахар, потока, пектин, сок лимона, экстракт ванили. Ну, то есть, ничего криминального здесь нет. Но, вы же понимаете, детки любят сладкое. И иногда хочется побаловать. То есть, это не на постоянно давать такие вещи. Но, когда ребенок ест одни каши, и хочется чего-то вкусненького и сладенького, то я думаю, что вот можно разрезать и давать. Сейчас будем делать блинчики, оладушки. Я надеюсь, что моя информация была полезна для вас. Потому что, если у вас похожая ситуация, то обязательно делитесь в комментариях. Будем наших деток спасать все вместе. Потому что мы мамы, мы сила. У меня похожая ситуация уже была, только в плане ацетона. Это было лето. Вот, начало лета, когда я Деме дала огурцов. И у нас зашкалил просто ацетон. И мы лежали в больнице. Он лежал под капельницами. И вы мне все помогали, все советовали. Я вам очень благодарна. В данный момент, видите, ситуация повторяется, но в другом формате. Но все это от чего? От поджелудочной. Загиб поджелудочной. И вот она дает такие свои плоды. Вот. Еще порекомендовали. Кто-то мне из подписчиц писал. Врач тоже говорил, что можно ездить, когда нет рецидива, в Моршин пить водичку. Я просто, знаете, как я снимаю и для инстаграма, и для влога на канал. Поэтому мы иногда путаемся, куда мы что сняли. Те, кто подписан в инстаграме, иногда информация дублируется. Вы же простите, но я стараюсь, чтобы как бы угодить все. Сейчас я еду на день рождения магазина Жанков и готовила вот такую красоту. Смотри, какие красивые. Они, правда, горячие. Но они вкуснее, они без сахара, весь не вкуснее. Кушать. Сейчас, Демушка, они остынут. Нельзя тебе горячее. Я не буду. Я тоже не буду. Мы все вместе ждем. Моя помощница. Вот реально прям моя помощница. Да, сейчас остывает. Я в комбезе, который я вам еще не показывала. Вот. Я вам его покажу на канале Жить Мама, которая девушка. Я вам покажу в обновках. Это по скидкам. Я думаю, что еще они есть. Но если нет, то в любом случае все равно покажу. Я купила на скидке. Вот. Мультики орут. По поводу укладки. Она у меня уже была полуготова. То есть были локоны. Я их, можно сказать, уложила заново. По-новому сделала. И... Не, как говорит, усовершенствовала. И сделала макияж. Я сегодня была со стрелочками, но без тона. Сейчас слегка нанесла тон вообще точечно. То есть не по всему лицу, а только точечно. И припудрила. Чего-то мне сегодня не хочется быть. На штукатуриной. Вот. Поэтому я вот так вот. Вот так вот приготовила за днерождение магазина Жан. Но мне кажется, очень даже неплохо. Посмотрю, что там будет и как. И вам расскажу. Я обожаю парфюмерный магазин Жан. Это нишевая парфюмерия. Я помню, что на выходных я встречалась с компанией. И мне все, что девочки, что мужчины, все мне говорили. А чем ты так пахнешь? Всем понравился аромат. Люди, проходящие мимо, оборачивались. Такой аромат. Я реально понимаю, что, ну, если правильно подобран аромат, можно быть просто в самой обычной одежде. Но аромат сделает свое дело. Я уже приехала. Меня уже пофоткали. Тут все так красиво. Красная дорожка. И в магазине много клиентов. И много продукции. И заходишь, и все благоухает. Я подхожу, и мне говорят, ты так пахнешь. Я говорю, ну так, peer distance. И тут есть бокс. Сейчас я вам покажу. Можно сразу получить фотографию. У меня их даже две. Я сделала два дубля. Это на память. 16 февраля, 18 год. Я сейчас пройду в магазин. И вам покажу, что есть в ассортименте именно в домосфере. Потому что в каждом магазине разная продукция. Где-то есть маленькие магазинчики. Так, например, как... Тут вот эти у меня что есть. На Городецкого. Там совсем маленький магазинчик. Здесь, конечно, побольше. И самый, по-моему, большой это на Владимирской. Вот. Все. Сейчас я вам покажу, что есть вкусного в магазине. Здесь много чего есть интересного, чего нет в других магазинах. Так как это нишевые бренды. И некоторые бренды работают исключительно только с магазином ЖАЗ. Вот. Смотрите, какие наборы. Это все мужские линии. Это стенд такой полностью мужской. И вот такие вот наборчики. Мне кажется, это очень-очень крутой подарок для мужчин. Мужчины должны за собой ухаживать. И девочки должны своим мужчинам об этом говорить, если мужчины этого не делают. Теперь к стенду для девчонок, чтобы мужчины имели в виду, что можно покупать к 8 марта. А вот сам владелец. Это Алексей. Алексей. О, да. Привет. Как дела? У нас сегодня открытие замечательное. Сейчас начнется нашего обновленного бутика в Домосфере. Которому уже 10 лет. Этому 9. 9, да. Почти. Я всем рассказываю 10. А тут, оказывается, 9. Почти. Ну, почти, да. Ну, почти. Да, и считаю. Пока вы посмотрите это видео, будет 10. Да ладно, я быстро монтирую. Субтитры сделал DimaTorzok. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чем он будет отличаться? Он будет отличаться тем, что на основные наши бренды здесь будут фирменные корни. Вот такие, как Казамаратик, Сержов, Назадах, Будет Майреда, Клайв Кристиан. Будут новые бренды, естественно, потому что открывать новый магазин мы должны добавить новых брендов. Сегодня у нас бренд, который мы сегодня представляем, о котором мы с поставщиками, с создателями этого бренда, с поставщиками говорили на протяжении нескольких лет. Вот это сотрудничество, наконец-то мы обговорили все, договорились. Вот бренд английский Grossmeet. Сегодня у вас будет возможность с ним познакомиться. Он представлен только в Демосфере. То есть пока его нигде в нашей сети нет, он будет представлен только здесь. Так, что еще? У нас будет, для того, чтобы вам было сегодня веселее что-то купить, если вы вдруг хотите, но не обязательно, у нас будет дополнительная скидка. У нас будут подарки сегодня. Скидка дополнительная будет 8,2%. Если кто-то скажет, почему такая скидка, сразу получит подарок. Небольшой, но подарок. Есть у кого-то какие-то идеи? К 8 марта. Нет. Восемь лет. Восемь лет и там сколько-то месяцев? Абсолютно верно. И 2 месяца. Восемь лет и 2 месяца мы открыли первый магазин. Все, есть он презент. Ура! Мы проведем чуть позже. У нас есть еще подарки от нашего партнера Sunbart, марка, которая у нас недавно появилась. Мы поощрим постоянных клиентов. Кто эту марку приобретал, мы поощрим их. Сделаем это сейчас или нет? Девочки, готовы? Sunbart. Да, давайте сделаем сейчас, не будем долго, да. Потому что подарки все любят и косметичка, вы почувствуете, как она... У меня такая тоже есть, скажу честно. Она уже 2 года у меня, как новая. Да. А вы знаете, кого у дарит? Прямо есть. Все отлично. Алена вручит постоянно клиентам марки Sunbart. Вот такие небольшие сюрпризы. Так что, девочки, становитесь клиентами. Помните, я вам в блоге показывала парфюмированная кисть, которая у меня. Вот она. Очень удобно. Повторюсь, кто не видел. Очень удобно носить в сумочке. Она так закрывается крышечкой. Очень... Помещается везде. То есть, реально очень удобно для плач. Вот. Вы ее оп-оп пару раз. И все, она благоухает. Нанесли на себя, куда хотите. И запах очень-очень долго держит. Ну, это саниша, поэтому, в принципе, объяснять нет смысла. Сейчас у меня уже нос, конечно, до оглашения, что он опух. Но я время от времени отхожу и опять подхожу к ароматам. Хочу вам показать, что мне очень сильно нравится. Но я люблю... У меня своеобразный вкус. То есть, я могу просто тыщить от запахов, например, таких, как цветочные, такие прям очень приторные, так и от нежных, таких совсем еле уловимых, так и от мужских, совсем грубых. Но это зависит от настроения. Сейчас я вам покажу то, что нравится мне. Вы, если хотите, если вы в Киеве или вообще ждете в Украине, магазин Жанн есть в Украине, по-моему, в пяти городах. Ну, я вам ссылочку оставлю, если интересно, погуглите. И покажу, что нравится мне. Из такого количества ароматов я выбрала четыре. Те, которые мне прям очень-очень понравились. Вот эти вот три прям очень. Этот под настроение. Но он тоже достойный быть у меня в коллекции. Ну и вот та самая новинка, которая появилась в Домосфере. То есть, в Жане, в магазине, который находится в Домосфере. Пока только в Домосфере вы слышали. Вот, как сказал Алексей. А я вам все рассказала и показала. Вот, новинки посмотрела, подарок получила. И буду собираться дома, потому что у меня дома детки. Я ненадолго приехала, потому что я хотелось поздравить Алексея и магазин с праздником. Все. Я закрепляюсь, продолжаю смотреть влогу и дальше будете. Ника проснулась, ее дома ждали шарики. Я вставляю фотографию, показываю. Утром привезли в 9 утра. Она у нас спит до 12, поэтому я не сильно рано заказала. В 9 утра привезли шарики. Цифры 13 плюс шарики. И вот она с ними фоткалась. Утром проснулась такая, выходит, спускается вниз на первый этаж. Такая сонная, а там шары. И она такая, о, класс, ура, ура. Ей понравилось. О, боже, что мне ухала. Мощно. Сейчас будет второй раз. Давай, 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 давай. А ну? Ой, молодец, как все посыпались, все посыпались. Умница. Помните эту песню? Я прям грущу. Я должна радоваться. Все стало взрослой, дочь твоя. Мне прям хочется, чтобы Ника была маленькая, а она прям взрослая. Я еду уже домой. День рождения отметили. Сейчас уже полпятого. Малой в обед не спал. Они бесились, игрались. Поиграли в боулинг. Ну, ему быстро надоело. Он говорит, хочу в игровую. И Ника такая говорит, и я хочу. И они ушли в игровую играть. Мы с бывшим мужем еще две партии сыграли. Он мне дал возможность выиграть. Ну и все. Он их забрал. И завтра я приеду, их заберу. То есть, получается, чуть меньше суток. В обед завтра поеду, заберу их. И все. Дала лекарства, горшок, сменку. Рассказала, как принимать лекарства, чем кормить. При этом дала все, чем кормить. В общем, такой поколан вещей. Говорю, Ника, проследи. Ну, она-то в курсе, как я его кормлю, чем кормлю. По времени. Ну, в общем, полностью. Он такой, ого, это надо так заморачиваться. Я говорю, представляешь, да? И он такой, ой, я говорю, я делаю это каждый день. Ну, всего лишь один день. Всего лишь один. Ну, нормально. Я уверена, он справится, все будет в порядке. Вот. Я еду домой, потому что я... Вообще, на самом деле, я хочу спать. Вот прям очень хочу спать. Я все эти дни перенервничала. Вы просто многого не знаете. Вы знаете просто то, что малой приболел именно в плане аллергии. Он, конечно, бегает, играется, все в порядке. Он поел красную рыбу. Это я виновата. Я ему вчера, мы были... Ники снимали гипс, когда мы заехали в мафию. И там ничего такого не было из еды для малого. Поэтому я взяла красную рыбу, думаю, ой, морская, ума палата. Красная нельзя. Даже морковку. Какого фига ты дала красную рыбу? Я себя так виню, вы себе не представляете. Вот. И мне в Инстаграм очень большое количество девочек написало. И только девочек, кстати. Мужчины тоже есть. Мужчины такие, знаете, как мамочки, молодцы. Написали о том, что Аня красная рыба – это аллерген. И они меня успокоили тем, что, говорят, ну пройдет, типа, ну я же даю ему антигистаминное. Плюс, в общем, все даю, поэтому должно вот попустить. Но теперь буду просто знать, что строго по диете, строго. Сказали ментай и хек, другую рыбу нельзя вообще никакую. А я дала. Думала, ну красная рыбонька, ее ж хорошо, малышу, надо, это ж омега. Блин, тоже. В общем, виню себя. Так вот. И теперь никакого... Как это правильно сказать? В общем, все по диете. Все, что врач прописал, только так. Так вот, к чему я это? К тому, что помимо того, что у Демки вот такая вот ситуация. Сегодня суббота. Да, сегодня суббота, можно забрать на новой почте посылку. Видите, куча дел, куча дел. Я хотела сказать, что куча всего еще происходит, помимо того, что Демка приболела. Поэтому я расстроенная, слегка поникшая. Но это все проходящее, вот, от меня не зависящее. Но как человек, как женщина, я, естественно, переживаю и нервничаю. Стараюсь этого не делать. Время все расставит на свои места. Вот. Поэтому в любом случае будет как будет. Поэтому я слегка вот такая вот... Ну, вы можете понять. Ну, подумаешь, там, у ребенка аллергия. Чего паниковать? Чего нервничать? Почему не спать? Объясню просто, чтобы люди понимали, что есть причины и другие. Вот. Но то такое. Сейчас говорю, что мне надо бы поспать на самом деле. Это очень хороший метод избавиться от всех вот этих вот синяков под глазами, недосыпа, внешнего вида, цвета кожи и вообще внутреннего состояния. Но я не могу сейчас этого сделать, потому что мне надо будет ехать сейчас там забирать фотографии с этой сессии. Мне надо вот сейчас забрать посылку. И, знаете, такие мелочи, мелочи, мелочи. Там еще кое-что. Потом мне надо монтировать видео. А монтажа у меня очень много. Я наснимала очень много всего. И сумки, и свой стол косметический. Еще планирую кучу всего снимать. Поэтому нету времени спать. Нету. Вот. Пожаловалась. Меня поймут только мамы, наверное. Все. Люблю, целую. Обожаю. Ценю. Каждую из вас. Потому что то количество писем, которое мне пришло в Инстаграм, все так переживали. Идем. И все так старались помочь. Все давали свои контакты врачей. И масса, масса, масса. Мы, кстати, нашли аллерголога очень хорошего. Мне девочка написала, говорит, ну к нему очень тяжело попасть. К нему реально, оказывается, тяжело попасть. Будю, буду, буду, буду. Да, я буду. Я буду разбираться, что с малым. Я все так это не оставлю. Потому что, потому что это неправильно. Продолжаю свой влог. Едем сейчас с Демушкой к аллергологу. Едем. Я взяла с собой Демкины анализы на всякий случай. Он у меня голодный, потому что, я думаю, может быть, удастся сразу сдать по его совету. Может, он скажет, какая лаборатория. Вы, кстати, писали мне, какие лаборатории хорошие, где нашли, а где не нашли. Поэтому я вам тоже очень благодарна. Если он ничего не посоветует, то, по крайней мере, я воспользуюсь вашими советами и сдам анализы. Я вчера его купала, у него все тельце чистенькое, вообще, ну, беленькое, красивенькое. Блин, ну, лицо. И вот тут вот ручки, вот тут, у него, ну, сыпет. Красные. Я вчера заехала в аптеку и купила от Зуда этот. Почему я все забываю? Утро же. По идее, мозг должен хорошо работать. И я тебя люблю, солнце. Люблю маму, люблю папу, люблю Нику. Такой, знаете, капризный, такой, ну, вид наше, но, ну, сдает свое, в любом случае. Мы после Дилы поехали в Синеву, а после Синевы приехали в кафе. А после кафе пришли в Вайфлай-парк. Это как награда. За мучение. Я думаю, расскажу о результатах, что сдавали и так далее. Радостный такой. Что детям еще надо? Для счастья. Мы здесь уже три часа. Ну, тут столько всего, что я не могу его отсюда увезти. Ну, видите лицо какое-то. Такая тащая сторона, которая такая нормальная. Домушка! А, ну, ручки. Это только на ручках, не на лице все. Повернись, пожалуйста. Посмотри на маму. А, ну, иди сюда. Хорошо. Девочки, мы уже дома. Сейчас я вам расскажу, что в итоге сказал врач. Наверное, начну действительно с врача, потому что у нас тут много чего было. Я сейчас буду пить успокоительное. Вот я паникер. Двадцатая, ноль второе, восемнадцатый год. Нам врач прописал. Вот я купила. Кстати, не все купила. Завтра, сказали, будет другая масса еще. И не докупила. В трех аптеках было, не было. Задак. Пять капель два раза в день. Пять дней. Это прописал до момента, пока не будут анализы. То есть мы сдавали анализы сегодня. И нам надо пить это, пока не будет результатов анализа. Потом према, детская кица. Она, тут их две есть. Есть дуо. Вот нам дуо, потому что папа реджи, не ахарчевой аллергией. Вот. Десять капель, один раз в день, пять дней. С едой, два месяца. Вот. Потом мазь. Вот этой мазьки я не смогла найти в трех аптеках. И в одной нашла... Вообще, мне сказали, что завтра она будет. Что сегодня ее забрали. И вот крем. Это адвант. Он с... Сейчас вам скажу. Адвант с детским кремом надо мазать. Он типа с астероидами или что такое. Короче, не очень хорошо. И поэтому надо один к одному смешивать с обычным детским кремом. И мазать на пораженные места. Вот. Один раз в день, пять дней. Итак, что сказал врач? Посмотрел Дёму, посмотрел на сыпь, раздел его, обсмотрел всего. Кстати, сказал, что он слышит чумы из сердца. И надо сделать эхо. То есть делать УЗИ сердца. Сделаю. Ну вот, на днях поеду, сделаю. В институте сердце огромная очередь. Поэтому... Но он не дал никакого нам направления. Он говорит, сделайте где хотите. Ну, можно сделать где угодно. Вот. Еще сказал, что по всему телу нету, а вот только на лице и на руках есть. На руках, именно на кистях и чуть-чуть до локтя местами. Вот. Но лицо полностью все красное. И он говорит, надо сдавать анализы. Говорит, я не знаю, что это может быть. То есть он не сказал ничего. И говорит, я не буду ничего говорить, потому что... Мы не знаем, что это. Нет смысла. Сейчас покажу, что мы сдавали. Он дал направление, и мы сдали почти все, кроме аллергопроб. В ДИЛе аллергопроб панели нету. Поэтому мы сдали полностью все. И кое-что я вот самостоятельно, то есть я у Демки взяла анализы вот с утра и с вечера. И решила, что надо дополнительно еще сдать вот на вот это вот и анализ этого, мочи. Я заговариваюсь, потому что целый день, если честно, замучена. Вы уж извините. Вот. Отдали мы с Демидушкой. Цена была 1329 гривен. Это со скидкой 10% из-за того, что есть там карточка. Результат будет 22-го числа. Я жду, я в ожидании. Но не было аллергопроб, поэтому я поехала в Синеву. Синева. Здесь пакет номер 319, харчеви, аллергены, 108 штук. Цена 3450 гривен. Это тоже со скидкой в 5%. Это из-за карточки в аптеке у меня. Есть карточка низких цен. Вот так было бы 3600. Это на 108. Есть там на 54 и на 21. Ну, в общем, я решила, что 108 это будет оптимально. Буду ждать результатов. Это еще не все. Также все вот эти вот анализы, которые мы сдали, вот, антитела до аскориды, то есть это глисты, я хочу сдать еще в другой клинике. Мне девочка порекомендовала, моя подписчица, она сказала, что есть такая клиника. Она находится на Печерске, немецкая, доктора как-то Грувара или что-то такое, точно не помню. Вот, я туда звонила и хотела же там сдать на аллергены. На аллергены там стоит 14000 один анализ и 6000 другой анализ. Это, конечно, очень дорого. Вот, здесь, по сути, ну, то же самое, цена другая. Я не могу понять, почему, девочки, если у вас детки-аллергики или вы в этом разбираетесь, почему такая ценовая политика? Я, конечно, понимаю, что там, например, в той клинике они говорят, что мы собираем материал и отвозят в Германию и там лаборатория. Да, я понимаю, из-за этого, скорее всего, но не настолько прям должно быть дорого. Ну, не знаю, может быть, я что-то не так думаю. Но, в любом случае, в той клинике я хочу еще сдать на аскориды, вот эти два анализа, пункт 8 и 9. Если здесь не найдут, то я поеду еще в ту клинику и еще сдам там. То есть мне почему-то, вот вы все писали, очень много человек, мне написало человек 50, ну, девочек и даже мужчины писало, что они лечат своих детей именно сейчас вот аскориды эти. И у них аллергия была вот на фоне этих аскоридов. Поэтому я буду их искать. Если здесь их не найдут, то я поеду. Ребенка не было никакой аллергии никогда, он нормально все ел, а потом резко, ни с того ни с сего, его начало сыпать. Не знаю, может быть, конечно, аллергия так и вылазит, но я чего-то сомневаюсь. Также мне писали девочки, что это может быть на фоне развода в плане того, что это не психосоматика. Но смотрите, мы вместе не живем уже год как, и развод давно произошел. Почему тогда появилась сейчас эта ситуация? Ведь он уже год как не живет, например, с папой, он живет только со мной. И папу видит только на выходных. Почему? Тоже вопрос. В общем, я не знаю. Это было что-то. Малой так орал, он так орал. Он перевернул в Диле стол с анализами, именно с кровью. Я не знаю, как они будут объяснять вообще другим людям. Все перевернулось. Нам ничего не сказали, но реально. Он так себя вел, он реально руками, ногами мотал, орал, руку не мог разогнуть. Уже в Синеве, то есть взяли с вены кровь в одной клинике с одной вены. Потом мы же поехали когда в Синеву. Он уже, когда мы зашли с ним, он как начал орать. Просто истерически. Я не хочу. Ну, в общем, то есть ему поговорить с ним обычно, он всегда все понимает. Всегда с ним можно договориться. Вообще, твой золотой ребенок. Тут нет, именно истерика. Я не хочу. И вот я не хочу кровь испарить. Нет, я не хочу кровь. Я не хочу кровь. Я не хочу кровь. И вот орет, орет и орет. Но я его уже скрутила, можно сказать, в бублик, руками, ногами, своими. Вот так вот полностью обняла его. И они взяли кровь, конечно. Он уже ничего не перевернул. Ну, я просто не ожидала, что будет такая реакция. Но он так орал, и он не мог успокоиться, что ему накапали валерьянки, 6 капель с водичкой. Потому что я не могла его успокоить вообще никак. Обнимала, целовала. Вот он плачет, и все. И вот потом мы вышли уже, и я говорю, все, мы идем в кафе. Все хорошо, мы сейчас будем кушать. И вот он успокоился. А потом, как бы, в знак того, что он такой молодец, мы пошли во флай-парк. И вот, да, молодец. И сейчас вечером мы вернулись. Сейчас я буду ему ужин готовить. И ждать 22 число результаты анализов. В любом случае, я вам все расскажу, потому что это прям целая эпопея. У меня инстаграм просто, у меня телефон садится только от, именно, в личку мне пишут очень много, очень много девочек. И спасибо вам большое, потому что благодаря вам я поняла, какие анализы надо сдавать. Потому что слушая просто врачей, мне не говорили про аскориды, вот, ну, именно про глисты. И искали бы просто, ну, аллергию. А тут, можно сказать, я все-таки считаю, что мы убиваем двух зайцев. И это все благодаря вам. Поэтому, девочки, спасибо вам огромное. Приехали с Дашей на пресс-боказ фильма «Ночные игры». Это комедия. А тут, да-да, Катя Асачи. А где есть Катя Асачи? Там много камер, да, и много людей. Фильм, я вам расскажу, это комедия. И говорят, что очень прикольная, классная. Ну, у нас мнения всегда расходятся, поэтому не знаю, у кого вы... Начнем с того, что я не люблю американские комедии. А я люблю. Поэтому вам придется выслушать два мнения. После кино я вам расскажу и покажу... А что я вам покажу? Я вам не покажу. Я хотела трейлер ставить, но вы можете сами его посмотреть. Я вам просто расскажу наши впечатления. Расскажешь, поделишь, поделишь. Я сейчас нахожусь возле ЗАГСа на Троещине. Мы здесь с мужем расписывались. Ну, мы как расписывались? Мы пришли, просто документы подписали, ну, то есть, без каких-либо. Отмечали уже в заведении. Ну, то есть, не было никакого именно в ЗАГСе там, как обычно это происходит. Что я здесь делаю? Нет, это не ностальгия. Я заехала, чтобы... Сейчас, короче, новая такая фишка. Уже не ставят в паспорт штамп о разводе. Уже биометрические паспорта. И надо менять свой обычный паспорт на биометрию. И вот таким образом они говорят то, что нет, уже не ставятся. Типа, меняйте на биометрический. Потому что в биометрическом все есть в базе. Но нас, получается, развели. У меня есть решение суда о разводе. Но в реестре, в общем, мы как бы еще в браке. То есть, в реестр еще не внесли. И я сейчас ездила в ЗАГС для того, чтобы внесли в реестр. И по решению суда внесли в реестр. Теперь и в реестре я как бы официально свободная женщина. Вот, поэтому и ездила. Что хотела рассказать вам. Начала лечение Демки и начала проходить все. Но я не радуюсь. Не радуюсь почему? Потому что на самом деле это все из-за лекарств. Причину пока еще, то есть результатов именно панели пищевой нет. Есть только анализ крови, есть анализ мочи и анализ именно кава. Не по крови, а именно в какашках. Извините, пожалуйста. Но раз мы уже говорим на эту тему. Там все в норме. Я удивлена. То есть, по крови все замечательно. Нету ни одной какой-то там, ну, какого-то отклонения. Теперь жду аллергены и жду анализ крови на вот эти вот глисты, которые большие и длинные. Фу-фу-фу-фу-фу-фу. Переживаю. На самом деле очень переживаю. Опять благодарю вас, потому что вы продолжаете писать. И многие пишут такие вещи, которые я даже не знала. Что есть... Вот почему это, может быть, все началось. Демид в сентябре заболел атитом. Пропили антибиотики, назначили антибиотики. В октябре опять атит двухсторонний, опять антибиотики. И декабрь, то есть месяц проходит, и декабрь опять антибиотики. Опять эти три месяца антибиотиков испортили ребенку стул. То есть, у него начались жуткие запоры, хотя мы пили пробиотики во время и после. Ну, то есть, все время он пил пробиотики. Я не знаю, ну, наверное, все-таки пробиотики не справились. У него начались запоры, и сейчас он ходит в туалет исключительно только с клизмой. Даже свечи не помогают. Мне жалко малого, на самом деле. Я не хочу, чтобы он привыкал к клизме. А он уже, когда хочет в туалет, он начинает кричать, сделай мне клизму. То есть, психологический фактор работает. Мне его жалко. Я не знаю, как правильно поступить. То есть, я, естественно, делаю эти клизмы. Но я высаживаю на горшок его минимум три раза в день, четыре, чтобы, ну, как бы привыкал. Он уже взрослый, он все понимает. Я с ним разговариваю. Ну, в общем, у нас идут такие штучки-дрючки. Мне написала девочка-подписчица о том, что в Питере есть какой-то врач. И что в Москве тоже вроде бы. Ну, можно сдать такой анализ. Он стоит 30 тысяч рублей. Это на наши деньги, наверное. Ну, она написала, говорит, что это полторушка. Я просто не знаю, какой курс. Полторы тысячи гривен. Чтобы проверить именно какие-то бактерии. Я сейчас точно не помню. Ну, я поняла, что это связано с кишечником. Что вполне возможно, ну, вполне возможно, что оно так и есть. Что проблемы начались именно с кишечника. И может быть аллергическая реакция именно от кишечника. Поэтому, может быть, это даже, ну, как бы аллергия проходящая, если вылечить кишечник. Я так задумалась. Это я сегодня прочла. И думаю, к какому врачу мне теперь идти? Где сдать такой анализ? Ну, в общем, сейчас буду разбираться еще с кишечником. У меня какой-то влог о болезни, о какашках, о, блин, анализах и тому подобное. Но я думаю, этот влог будет полезен для тех, у кого такая проблема, как у нас. Вот. Для остальных, ну, ребят, простите, пожалуйста. Следующий влог будет менее болезненный и более развлекательный. Вот так. Субтитры сделал DimaTorzok